Всем привет, с вами Иван Жданов. Российская армия продолжает наступление. Карлсон взял интервью у Дугина, а в Белгородской области расцвела торговля оружием. Война еще не закончилась, а музей уже создают. В Йошкар-Алее власти выделили 36 миллионов рублей на музей о войне в Украине. На входе установят виртуальную инсталляцию окопа, чтобы посетители могли прочувствовать атмосферу боевых действий через очки. На стендах будет информация о жутких злодеяниях фашистов. Стены украсят цитатами о войне, но одну из них разместят без авторства. Узнаете? Это из антиутопии Орла 1984. Осталось добавить, что свобода – это рабство, а не знание – сила. В Белгородской области вырос нелегальный оборот армейского оружия. Такой вывод можно сделать, если проанализировать количество судебных приговоров по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия. Некоторые подсудимые признавались, что покупали оружие у российских военных. Так, за 300-500 баксов там можно приобрести целый калаш или бесшумные пистолеты, а гранаты иногда дают в подарок прям при покупке. В большинство случаев оружие не используется, а просто хранится дома, на всякий случай. Но бывают и исключения, как правило, в ходе бытовых ссор или попьяни. Эхо войны получается. Бывшего вице-губернатора Самарской области Дмитрия Холина заметили на футбольном матче. Все бы ничего, но неделю назад ему предписали вернуться обратно на фронт, откуда он попытался досрочно уволиться. Как видите, чиновникам закон не писан. Пока мобилизованный в окопах, Холин вместе со своим бывшим командиром генерал-лейтенантом Клотовниковым, он тоже был на фото, отлично проводит время. И вот что Холин на это ответил. Говорит, организовал поставку куличей на фронт, поэтому на трибуну он взял записную книжку и пытался решить эту важнейшую стратегическую задачу. Не отдыхал получается. Но не только куличи помогут на фронте. Вот павлины. Их тоже отправили на фронт. Не в качестве мобилизованных, а в качестве гуманитарной помощи от Липецкого зоопарка. Птицы должны украшать боевые будни солдат. Хотим выразить огромную благодарность Липецкому зоопарку за предоставленную вам гуманитарную помощь в виде этих замечательных вернатых сушений. Павлины. Наверняка павлины помогут также, если будут перебои с продовольственными поставками. В зоопарке вряд ли об этом подумали. Тайкер Карлсон взял интервью у Александра Дугина. В своем анонсе он назвал Дугина самым известным политическим философом России, чьи идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь. Само интервью длилось 20 минут. Там, к сожалению, ничего интересного. Традиционные всякие штуки ценности, русская цивилизация, Путин молодец, а на Западе ЛГБТ. Российские военные продолжают наступление в районе Очеретина. За последние сутки они продвинулись на километр к северо-западу от поселка. Опасный для ВСУ выступ фронта увеличивается. В ближайшее время под атаками могут оказаться Новоалександровка и Архангельская. Вчера была атакована Одесса. Удар пришелся по набережной. Погибли 5 человек, еще 32 жителя города пострадали. В Одессе объявлен траур. Украинские власти заявили, что это были российские ракеты «Искандер» с кассетной боевой частью. Горело одно из зданий Одесской юридической академии, а по факту резиденция одного из одесских чиновников Сергея Кивалова. Известное здание также под названиями «Замок Кивалова» или «Замок Гарри Поттера». Тем временем на Донбассе нашли спикера Госдумы Нижнего Новгорода Единоросса Олега Лавричева. Он там прятался от обвинения в растрате. Это привычно, но в итоге его задержали. За несколько дней до этого он успел получить медаль за помощь и милосердие. Ну, ясно. Видимо, пытался пойти по пути такого замаливания грехов на фронте или отсидеться хотел в тыловом подразделении для чиновников, но не получилось. Германия опубликовала свой пакет помощи Украине. Они это делают регулярно. Из важного 10 БМП «Мардер», семь с половиной тысяч снарядов калибра 155, боеприпасы для танков «Леопард-2», ракеты к зениткам «Ирис-Т» и разные инженерные машины. В Казахстане задержали экс-главу МВД страны Ерлана Тургумбаева. Его обвиняют в превышении полномочий во время январских протестов в 22-м году. Тогда из-за столкновений погибли минимум 238 человек. До этого чиновник проходил по делу свидетелем. Детали дела не разглашают из-за государственной тайны, но хороший урок для всех милиционеров, которые препятствуют народным волнениям. Сегодня 30 апреля и 797 день войны. Это мы собрали вам под шашлык все самые важные новости. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий, а еще подписывайтесь на Patreon популярной политики, как все эти замечательные люди на экране. Всем пока, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok